Вот меня вот это бесит, знаете, бесит меня это все-таки. Руслана поехала от Евро... от Евровидения. Руслана. Руслана такое, расслабляющее имя. Что же стало с победителями Евровидения? Как раз у нас на носу в мае Евровидение будет. Я его уже давно не смотрю, если честно, потому что этот конкурс превратился не то что в политический, да и пофиг с ним. Какой-то застой произошел, я бы сказала. Напишите в комментариях, согласны ли вы с этим или нет. В 2004 году от Украины поехала Руслана с песней Wild Dances. И победила. Это чисто вообще Евровиденская песня. Именно такие в основном песни побеждают, если посмотреть некую хронологию. Но не всегда. Конечно же, на ее голову упала популярность и, мне кажется, немножечко снесло и крышу. У Русланы на счету 7 студийных альбомов, но я не слышала ни один из них, потому что я не являюсь ее поклонницей. Уверена, что там все отлично. Но мы не об этом. Что же вообще после конкурса происходило в жизни Русланы, помимо ее музыкальной карьеры? Бушевала политическая деятельность. На мой взгляд, это очень сильно погубило ее карьеру и немножко увело ее не в ту сторону. Ну реально, зачем? Во время Оранжевой революции в 2004 году певица выступала в поддержку Виктора Ющенко, мотивируя это тем, что вместе с ним ратуют за объединение украинского народа. А потом уже пошло-поехало. Я заглянула к ней в Инстаграм и что хочется сказать? То, что она занимается и музыкой, и политикой одновременно, это две скрепленные узами, в ее случае, структуры. Новых альбомов и песен, естественно, нет, а сейчас ее уклон вообще в политику. Такие вот дела. Следующая участница Елена Папоридзу. My number one. Мне эта песня очень, на самом деле, запала в душу. И эта прекрасная леди до сих пор концертирует, выпускает альбомы довольно успешно. У нее есть платиновые золотые альбомы. То есть после Евровидения ее карьера не закончилась, никак не приостановилась. Просто она, скажем, была популярна в среде, точнее, в пределах своей страны. Ее карьера началась с 2001 года, и она выступала в составе музыкального коллектива. А в дальнейшем, в общем, случилась головокружительная музыкальная карьера. И по сей день она активна даже в социальной сети. Мне хоть эта группа не нравится, и это вообще не моя история. То есть я такое не могу слушать, да, мне не очень такое заходит. Но сам факт того, что группа Лорди совершенно какие-то безбашенные чудовища. Чудовища, ракешники, металлисты. И Евровидение. Это вообще круто, и они победили. Но потом я не помню таких побед, к сожалению. Ребята аж существуют с 1992 года. Прикиньте, их коллектив постоянно менялся, и у них аж целых 10 студийных альбомов. Да, возможно, они не так коммерчески успешны, но все равно ребята трудятся в поте лица. В 2007 году победу одержала Мария Шерифович, участница от Сербии. Тогда Сербия как раз получила независимость. Насколько мне известно из, собственно, источников открытых, Мария является такой ярой националисткой. Песня «Молитва» мне очень понравилась. И опять-таки, эта участница является той, которая тоже не совсем формат Евровидения. У нее вообще камерное такое выступление, как я помню, было. На самом деле, Евровидение отчасти, мне кажется, сексуализированный конкурс в том числе. То есть это какие-то открытые платья у женщин, короткие юбки. И эта участница очень сильно выделялась. Хотя, с другой стороны, можно сказать о том, что по политическим соображениям эта певица также выиграла. В то время она состояла в ультра-националистической сербской радикальной партии. А в 2008 году даже участвовала в предвыборной кампании кандидата от партии в президенты Томислава Николича. Кстати, я зашла тут на YouTube и посмотрела вообще, что там происходит в его карьере. Безусловно, были какие-то песни выпущены. Мария выпустила вот относительно недавно перезаписанную версию молитвы и новый клип. Там очень прикольно, типа, она в центре города играет песню с музыкантами, выходят разные соседи. Это очень наигранно, правда, выглядит. Но, тем не менее, прикольная задумка. Напоминает немножко такой европейский фильм. 2008 год. На Евровидение едет Дима Билан и побеждает. На этот раз, потому что была и первая попытка, и она была неудачной. Те, кто следит за Димой, я уверена, что знает про его карьеру максимально все. На самом деле, мы все прекрасно знаем, что у него с карьерой все хорошо по сей день. И зарабатывает он деньги. Вокруг него периодически какие-то слушки ходят непонятные. Это мне лично не очень интересно. Но все, что касаемо музыки, человек не стоит на месте. Ну, этот тип, конечно, очень интересный персонаж, потому что Александр Рыбак, который победил в 2009 году, со своей прикольной песней, такой, знаете, немножечко фолковой, я бы даже сказала. Необычность еще была в том, что он был со скрипкой, исполнял также песню, да. Это не просто, скажу я вам, в принципе, играть на инструменте, исполнять песню одновременно, это делать, это уже достаточно большая такая нагрузка умственная. Тем более, когда ты на конкурсе, это вообще двойная нагрузка. Это сыграло свою роль определенную. Но самое смешное, что время от времени Александр Рыбак не попадается в тех или иных соцсетях. Чаще всего он не попадался в ТикТоке, и чаще всего, когда наступало время Евровидения. Он как будто привязан, прицеплен к этому конкурсу, я не знаю. В общем, один без другого явно не может. Я не сказала бы, что его карьера какая-то была суперуспешной после Евровидения, или какие-то хитовые супер-хиты там он писал. Записал он четыре студийных альбома, очень часто появлялся на разных конкурсах. Вообще, он белорус по происхождению. Был и на Юрмале, и на вот этом белорусском конкурсе. Славянское что-то там. Чувак кочует из конкурса в конкурс, где-то в жюри сидит, и таким образом поддерживает свою популярность. Исполнительница Лена от Германии в 2010 году, ей было всего лишь 19 лет. В интернетах я прочитала, что у нее карьера совершенно не сложилась. Я такая захожу к ней на YouTube-канал. У нее там классный какой-то клип. Короче, очень современно, вкусно, классно. Можно, кстати, сделать такое видео об успешных состоявшихся личностях, которые вообще побывали на Евровидении. Даже не то, что выиграли, а побывали. Эта исполнительница мне очень понравилась. Она такая креативная. Мне даже показалось, что она какая-то такая в стиле Эми Уайнхаус. В 2011 году побеждает группа из Азербайджана Эль Эн Ники с песней Running Scared. И, честно говоря, я не очень поняла, почему эта группа, в принципе, победила, так как песня совершенно не хитовая. Может быть, потому что это был дуэт. Понятия не имею, но эти ребята как, собственно, появились, так и исчезли. Вот в прямом смысле. Вообще, больше скажу вам, что певец, солист остался жить у себя в Азербайджане. А что касаемо солистки, то она уехала жить в Лондон со своим мужем. Следующая участница 2012 года у Швеции выступает в Евровидении своим номером, песней. Ну, реально, это было круто. Вот эти вот танцы какие-то с черным платьем, костюмом. Короче, было очень, да, мне понравилось. И эта песня, которую потом еще на корпоративах миллиард-двести раз пели и на всяких конкурсах. Короче, это именно такая песня. Что касаемо ее карьеры в дальнейшем, после Евровидения она выпускает альбом Hill, который становится платиновым. И многие песни из этого альбома попадают в чарты, занимают довольно высокие места. Короче, девчонка не пропала. И это очень важно. Дальше ее карьера, мне кажется, развивалась довольно спокойно. Я о ней в глобальном смысле ничего не слышала, но внутри страны я уверена, что все у нее было хорошо. Возможно, не всегда коммерчески были успешные ее треки, альбомы, но, тем не менее, карьера удалась. Но, вы знаете, я не очень люблю, когда люди после некоторого времени высасывают из пальца какую-то популярность. Поймите уж, наконец, что популярность – это такая тема, если вы заметили, кто-то приходит, кто-то уходит. Ты на хайпе вначале, ты как новое лицо. Вау, кто это, как это, за тобой какое-то время следят, у тебя остается твоя аудитория, она тебя любит вечно и бесконечно. Но новое, возможно, не приходит. Нет такого ажиотажа, в первую очередь. Это норм. И к чему я это все веду? К тому, что Лорин в прошлом году выступала, вообще-то, еще раз на Евровидении. И это реально странненько, если честно. Причем, что песня очень была похожа на Эйфорию, но какая-то такая. Эйфория, она, знаете, песня прям четкая, знаю, куда иду. А вот эта вторая песня, она как будто бы так, нужно сделать так, чтобы было похоже на Эйфорию, потому что она выстрелила. И как-то вот, знаете, что похожа, да и не похожа. 2013 год, Эмили де Форест, Дания, победила на конкурсе Евровидения. Я освежила в памяти вообще, как это выглядело и как это звучало. Я вспомнила ее, между прочим, у нее довольно-таки такой красивый тембр. Но обратите внимание, это номер все равно с вот этими немножечко дикими какими-то танцами, с бубнами, небольшой ноткой фолка. Все как любит Евровидение. У нее пять студийных альбомов, и в 2021 году, между прочим, был записан последний. Не так уж давно. Ну и сегодняшнее видео я завершу Кончитой Вурст. На сегодня хватит, пожалуй, 10 участников с Евровидения. Достаточно. Кончита Вурст, на мой взгляд, она классно поет, но тем не менее, мне кажется, что это какой-то такая... Такой-такая... Такие... Немножко просклоняем. Не то, что продвигающие ЛГБТ, а поддерживающие ЛГБТ, и это очень модно. Меня вообще бесит, что сейчас такая тенденция в мире пошла, что в плане каких-то человеческих отношений, либо каких-то негативных эмоций... Это песенный конкурс, и на первом месте всегда должна песня стоять, но мы прекрасно с вами знаем, что, скорее всего, нифига это не так, да? У всех там свои выгоды, кому что надо. В общем, я так и не поняла этот конкурс. Где-то реально как-то по чесноку выигрывали люди, а где-то вообще непонятно, что к чему. После вообще Евровидения он даже немножко сменил образ. Вы помните, да, этот образ? Тут акцент был сделан, что это как бородатая женщина. Опять это хайп. Черт подери! Где искусство? Где песня? Где? Сейчас он какие-то реакции снимает на своем канале, музыку что-то выпускает, но какой-то активный прям карьеры. То есть, что значит карьера певца, да? Когда все вертится вокруг него и вокруг его песен. Это в идеале. Но мы сейчас живем в таком мире, опять-таки именно сейчас, мы должны создавать инфоповоды, чтобы нас максимально обсуждали, максимально со всех сторон их можно понять, потому что нахрен конкуренция растет. Понимаете? Социальные сети, они очень сильно взбудоражили очень многих артистов. Потому что раз, один стал популярным, второй стал популярным. Ну, это тоже такая, знаете, массовая какая-то фигня. Кстати, идея для ролика. Если вам нравится такая идея, напишите мне в комментариях, я расскажу вам, кто из ТикТока, конечно, из ТикТока, потому что именно оттуда пошли все звезды. Я вам расскажу, кто стал популярным именно в творчестве. Благодаря ТикТоку. Мне самой даже интересно, мне кажется, я даже сниму это видео. А на сегодня я хотела бы завершить его, поблагодарить вас за то, что вы досмотрели это видео до конца, поставили на меня, конечно же, лайк, также написали комментарии. Подписались, да, я сказала? Буду рада новым людям, хорошим, адекватным, любителям классной музычки. До новых встреч. Пока-пока.